Добрый день, у микрофона Ольга Болезина. Сегодня тема нашей программы – цифровизация бизнеса. Тут недавно президент Владимир Путин пообещал выделить большие деньги на поддержку бизнеса, который будет внедрять некие программы в свою работу. Но у нас в гостях сегодня человек, который уже четвертый год это практикует без всякой поддержки со стороны государства. Это Мария Перевозчикова, владелец салона «Сахар и воск». Добрый день, уважаемые слушатели. Перед началом записи поговорили о том, как начинается ваш день. Вам не обязательно приходить в офис, открывать какой-то планинг или задавать вопросы сотрудникам, чтобы получить актуальную информацию о состоянии дел вашей компании. Как это устроено? Для меня, как для собственника салона, очень важно утром просто открыть мое приложение и проверить запись на сегодняшний день. Какое количество новых клиентов, какое количество постоянных клиентов записалось. Вижу графики выхода мастеров на работу. И уже утром я могу повлиять на показатели всего дня, дать какие-то указания своим сотрудникам, чтобы по матрице допродаж они могли предложить что-то клиенту, допродать либо услуги, либо товары. Очень интересно каждый день наблюдать за тем, что происходит в своем бизнесе. Как компьютерная игра, когда мы играли в детстве, ты выставляешь определенные параметры. В данном случае, например, это могут быть планы или величина среднего чека. И время от времени ты заходишь и контролируешь. Как правило, это облачное, но бывают и пакетные варианты. Для разных бизнесов подходят совершенно разные CRM-системы. Одни для делов продаж, другие больше подходят для услуг. В нашей CRM-системе что мы можем делать? Помимо клиентского сервиса, помимо записей, помимо онлайн-записей, мы можем делать какие-то заметки о состоянии здоровья, допустим, клиента, если есть, допустим, какие-то противопоказания. Мы можем считать зарплату для наших сотрудников, то есть в автоматическом режиме с определенными настройками. Просто реально нажатием одной кнопки я могу рассчитать текущего сотрудника, причем за любой промежуток времени. Я могу посмотреть, какая примерно зарплата будет, допустим, у сотрудника к концу месяца. Практически ежедневно мы им показываем статистики, их статистики, какой объем выручки прошел через них, какое количество клиентов к ним пришло, сколько еще осталось, условно, до выполнения плана или до их идеальной зарплаты, допустим. Кроме того, возможности в CRM-системе – это ведение складского учета. Поскольку мы занимаемся услугами, мы используем, например, технологические карты для выполнения тех или иных услуг. В нашем случае это одноразовые материалы – перчатки, простыни и косметика, само собой. Наша CRM-ка помогает нам в автоматическом режиме со склада списывать определенное количество материалов. То есть это очень сильно упрощает жизнь предпринимателей, администраторов, управляющих. Это уже совершенно не ручной труд. Причем, конечно, всегда в любую запись мы можем подключить и ручное занесение каких-то параметров. Мы в два раза увеличили возвращаемость клиентов благодаря тому, что внедрили еще одну, другую совершенно CRM-систему, которая направлена непосредственно на отделы продаж. Там, возможно, автоматическая постановка задач для менеджеров. Они уже не забудут, что нужно позвонить тому или иному клиенту. То есть человек приходит на работу, заходит под своим логин-паролем в компьютер, и у него там список задач. Совершенно верно. На сегодняшний день, допустим, он видит, что у него, допустим, 40 клиентов, которым нужно позвонить и напомнить о том, что с прошлого визита, допустим, прошло какое-то время. Сейчас можно, не набирая на телефоне, а просто из CRM-системы набрать номер клиента. Телефонный звонок обязательно запишется в этой CRM-системе. Он останется в истории. Если клиент ответил или не ответил, опять же, может по сценарию прийти какая-то напоминалка менеджеру о том, что нужно совершить всё-таки дозвон, в этой же CRM-системе, из этой же карточки клиента мы можем отправить сообщение. Хотите смс, хотите ватсап. Это очень круто. Многие на телефон просто не отвечают уже, устали от рекламы. Устали, да. Бывает действительно неудобно. Кто-то просто не хочет общаться. Поэтому, когда ты видишь, что был звонок, потом пришло сообщение, ты понимаешь уже, что от тебя хотят. Тут уже твоё решение, когда ты, например, откликнешься на это сообщение, когда тебе будет удобно или когда тебе будет нужно. Это очень важно при взаимодействии с клиентами, при выстраивании вот этой коммуникации, причём очень ненавязчивой, клиентоориентированной. В этом заключается, на мой взгляд, в том числе и сервис. Вот эта цифровизация, автоматизация, она очень помогает. Она упрощает действительно ведение дел. Она влияет на доходность прежде всего. Очень многие функции, на которые мы могли бы тратить своё время, мы делаем просто в автоматическом режиме. Этот процесс уже его не остановить на самом деле. Слышу сейчас о том, что у владельцев больших сетей в планах вообще уходить от администраторов даже. Делать сервис, вот этот цифровой сервис, когда ты пришёл, получил услугу, и у тебя с карточки списались деньги. Не отрицая, что это, возможно, наше какое-то будущее. Про будущее. Ваше ближайшее будущее в плане цифровизации есть ещё над чем вы работаете? Не так давно мы внедрили электронные карты лояльности. Планируем над этим поработать ещё. Сейчас тенденция к тому, чтобы попасть в смартфон к клиенту. Мы стараемся это делать в электронном кошельке, там, где банковские карты, там, где карты метра, перекрёстка, то есть наравне с федеральными такими гигантами и сахар-воск. На самом деле эта карта, она всего лишь, получается, оболочка. То есть человек просто видит, какое количество баллов кэшбэка накоплено у него. Есть возможность попасть в наши социальные сети, записаться через онлайн-запись, даже ночью, чтобы человек мог совершенно в любое время, в любом удобном месте. Месте имеется в виду даже в социальных сетях. Везде есть ссылки. И мы тоже стараемся, чтобы наши ссылки были абсолютно везде, во всех агрегаторах, справочниках. Потому что когда человек заходит, ищет что-то, очень важен этот момент, чтобы у него была обязательно такая возможность. Через полсекунды эта запись появляется у нас в CRM-системе. Мы видим в карте клиента историю записей, у каких мастеров был, когда он был первый раз, какие покупки он совершал и когда. У нас есть возможность взять у него обратную связь о каком-то продукте. Если бы мы это писали на бумажке, то вряд ли мы бы смогли в записях найти эту информацию. Это дает очень широкую картину, в принципе, видения своего бизнеса. Мы не поговорили совершенно про финансы, но это все тоже есть, например, в нашей CRM-ке. Это заменяют бухгалтерию? Да, вполне. Доходы заносятся в автоматическом, будем так говорить, режиме, когда проходит непосредственно чек. А расходы заносятся руками. Большие возможности по занесению контрагентов, по занесению статей расходов. Мне помогает это видеть реальную картинку. Время наше подходит к концу. Осталось три вопроса. Коротко, хотя они очень важны. Деньги. Дорого ли это? Это недорого. От тысячи до трех тысяч. Я сейчас образно, да, я не готова сейчас говорить про… То есть не сотни тысяч. Это в месяц. Считаю, что это очень хорошие инвестиции. И я рассматриваю именно так. Ваш бизнес, у него женское лицо. Как это совместимо с компьютерами? У вас есть компьютерщик? Что происходит, когда что-нибудь зависает или ломается? Да, у нас есть компьютерщик. Ну, на самом деле, у нас редко что-то зависает или ломается. Многие вещи я могу сделать сама. Третий вопрос. Безопасность ваших данных и данных клиентов. Это очень хороший вопрос. Каждый пользователь CRM-системы нашей наделен определенными правами. У наших мастеров нет возможности посмотреть номера телефонов клиентов. Они видят имя и те услуги, на которые клиент записан. Наши администраторы, они имеют возможность доступа к базе, но у них нет совершенно возможности эту базу каким-то образом скачать. Точно так же и мои данные, которые должна видеть, например, только я. Я просто ограничила к ним доступ. Спасибо. У нас была в гостях Мария Перевозчикова, владелец салона «Сахар и воск». Говорили о цифровизации, которая не страшна.